Реструктуризация кредитов, сдерживание долговой нагрузки, новые правила предоставления дотаций, бюджетная политика – ключевая тема еженедельного заседания правительства Чувашии. Что ждут регионы от федерального центра и как в Москве намерены стимулировать субъекты? Подробности у Дмитрия Ковалева. Межбюджетная политика страны выходит на принципиально новый уровень. Федеральный центр предоставляет регионам больше самостоятельности. В то же время ужесточатся правила предоставления дотаций. Корректировки бюджетного процесса в Москве обсуждали члены правительственной комиссии, в состав которой входит и глава республики. Министерстве финансов страны уже рассчитали точную сумму на сбалансированность каждой субъектов. Общий объем дотации на сбалансированность, которую мы предлагаем сегодня распределить, составляет действительно 100,4 миллиарда рублей. Мы видим, что необходимо для закрытия модельных дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации 49,1 миллиарда рублей. Михаил Игдантьев отметил, что новые правила бюджетной политики необходимо проанализировать детально. До декабря в Минфине страны намерены заключить со всеми регионами договоры о реструктуризации кредитов. Лучшим субъектам могут предоставить гранты. Здесь мы, практически выполняя все соглашения, которые Минфин предоставил, выглядим хорошо, достойно. Об этом говорит сам министр финансов Антон Германович Силуанов. И с этой точки зрения в рабочем порядке все работы уже, как бы сказать, проводятся. Задача главных распределителей средств завершить все те работы, которые начаты по этому году. Если взять дотации на уровне бюджетной обеспеченности, у нас сумма, она возначена 9 миллиардов 917 миллионов рублей. И дотации на сбалансирование в проекте распределения стоит сумма 675 миллионов 320 тысяч рублей. От регионов в федеральном центре требуют, в свою очередь, отдачи. Повышенные дотации получат те субъекты, где растет экономика и сокращаются неэффективные расходы. Здесь цифры дополнительные, как бы, включаются, обеспечить рост объема инвестиций в основной капитал. Задача перед нами тоже это стоит, Владимир Александрович. Поэтому здесь надо жестче мониторить нам, кто отчитывается, кто до конца, может быть, не отчитывается, чтобы здесь выпадающих доходов у нас не было. Потому что рост 2017 года будет влиять на 2018 год. Доля доходов бюджета растет. С начала года увеличились и объемы неналоговых поступлений в казну. Это данные республиканского Минюста. Поступило почти полтора миллиарда рублей в 2017 году. По структуре неналоговых доходов у нас наибольшую сумму неналоговых доходов, больше половины от всей структуры поступает все-таки от аренды. Но аренда имущества могла принести и большую сумму. Долги перед бюджетом не снижаются. И 80% всей суммы задолженности, которая сегодня есть по республике, она относится к задолженности именно по городу Чебокцары. Это без учета задолженности коммунальных технологий эта сумма образовалась. И у нас тенденция на снижение имеется, но незначительная. Где-то 40%, которые мы оцениваем, сегодня невозможно будет изыскать. Хотя исполнительные производства ведутся. 66,63 миллиона – это сумма невозможная к изысканию должники, у которых отсутствует имущество или организация банкроты. Подано в арбитражный суд и суды в общей юрисдикции 254 рисковых заявления на изыскание задолженности на сумму 132 миллиона рублей. Глава региона поручил дать оценку должностным лицам, которые обязаны подавать иски на должников. Если на самом деле от действий ничего не меняется, то это имитация работа называется. Каждый налогоплательщик обязан по закону платить. Утренняя планерка завершилась на приятной ноте. Члены правительства поздравили своего коллегу, министра информационной политики, с юбилеем. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Продолжение только вперед, снова вперед.